Ребята, всех приветствую на своем канале Тимоха Лайф. И хочу вам такое рассказать, очень интересную историю, а точнее будет сегодня интересно, мега крутое видео, так что досмотрите его, пожалуйста, до конца. А вы знали, что на вашем телефоне включена настройка, которая читает все ваши уведомления и личную информацию, какая бы она ни была характера личной. То есть все ваши уведомления, которые вам приходят, там сообщения, смс-очки от любимых друзей, от любимой девушки, там жене, друга, мужа и так дальше, они все читаются. Точно так же, как ваши переписки в таких приложениях, как Инстаграм, Фейсбук, Твиттер, там мессенджеров различных, Вайбер, Телеграм и другие. И все ваши личные данные, они якобы читаются. Эту настройку я нашел на телефоне, и с радостью в ней поделюсь и с вами, как это все отключить. Практически одна настройка за это все отвечает. Ну, я расстроился, конечно, когда узнал, до чего же разработчики вообще их прячут, эти настройки от нас. И вот, к примеру, мой телефон к Xiaomi, на котором я только провожу работу в плане съемок. То есть, я ним не пользуюсь, там, в личной каких-то целях, я то есть, с ним все снимаю. Так, сейчас вам покажу эту настройку, вы просто офигеете, обалдеете. Для этого нужно зайти в настройки нашего телефона. Друзья, показываю на телефоне к Xiaomi, если у вас там другой марки телефон, Samsung, Honor, Huawei, там другие какие-то бренды, они все четкие, они все классные. Никого не хочу обидеть, просто у меня этот телефон к Xiaomi, так как у многих пользователей к Xiaomi, да, я на нем всю показываю информацию. У вас же, ну, андроиды, они у всех одинаковые, только немножечко оболочки разные. Поищите, пожалуйста, в каком-то другом пункте, наверняка вы найдете эту настройку. Настройка, у меня она будет написана, защита конфиденциальности. То есть, вы ищите конфиденциальное слово, не можете найти, воспользуйтесь поиском настроек, потому что многие пишут, у меня Samsung, у меня Oppo, пока скажи, помоги. Друзья, хотел бы, помог, если бы у меня был Samsung, там, хопа, я вот так бы все расставил их и на каждом бы показывал. Но, увы, это сделать не могу. Ищем пункт, который называется защита конфиденциальности. У меня вот он, вот здесь. Кликаем на него, попадаем в еще вот такой вот подпункт. Здесь у нас и местоположение, контакты, другие разрешения. Нас интересует пункт, который называется специальное разрешение. Следите за тем, как приложение использует конфиденциальное разрешение. Нажимаем сюда, и у нас опять-таки открылась еще больший пункт, специальный доступ. Посмотрите, сколько здесь пунктов, подпунктов. Можно просто запутаться. Я вот так иногда какой-то контент вам хочу интересный снять. Я сижу где-то часа два, ищу какую-то настройку, которая реально вас бы удивила. И здесь нам нужно найти специальное разрешение пункт. Он у нас будет, конечно же, он здесь есть. Просто включаем адаптивные уведомления. Специальный доступ. И посмотрите, сколько у нас здесь настроек. Нажимаем адаптивные уведомления. Вот он у нас. Видите? Адаптивные уведомления. То есть, вот этот вот пункт, а потом у нас адаптивные уведомления. Вот этот вот пункт нас интересует. Я уже немножко запутался в конце, как вы видите. И увидите, у меня не стоит включен надо адаптивные уведомления для Android. У меня стоит пункт все уведомления. То есть, смотрите. Приложение уведомления сможет читать все уведомления, в том числе содержащие личную информацию. Такую, как имена контакта и сообщения. Кроме того, оно получит право закрывать уведомления и нажимать кнопки в них. Например, отвечать на звонки. Вы только вдумайтесь, какой бред здесь написан в тексте. Приложение сможет включать и отключать режим не беспокоить, а также менять его настройки. То есть, по сути, это приложение всем управляет. И оно может даже нажимать кнопки читать и включать не беспокоить режим. Ну, как это вместо нас на нашем телефоне какое-то приложение может включить, что захочешь. Я это отключаю, конечно, друзья. Не знаю, как вы. Телефон полностью новый. И здесь стоят пункты уведомления. А я иногда думаю, как-то пришло мне смс, я на нее там что-то забыл. Там с почты мне пришло. Ну, захожу, а у меня уже ее нет. Они у меня ее удалили. Ну, можно там списать на того, что я неправильно подсчитал, да, под пункт. Можно и на это списать. Или на то, что там я его не увидел вовремя, оно там у меня удалилось через пару дней. Ну, нет, такого не было. Нажимаю нет. Тем самым, нет, я запрещаю полностью без моего ведома вот эти все вот настройки проделывать. Это вообще чушь, я считаю. Напишите, вы нашли эту настройку. Если вы не нашли, напишите, какой у вас телефон. Я попробую там где-то в каких-то формах найти и вам подсказать. А эту настройку отключайте, конечно, и спите спокойно. С вами был Тимоха Лайф. Если видео стало полезным, конечно же, может кто-то напишет, что там затянул и так дальше. Но я хочу максимально каждому из вас, зрителю, потому что меня смотрят там не 100 человек, а видео смотрят и по 5000, и по 10, по 15, по 20. Именно всем группам аудитории 15, 17, 10, 9, 20, 29, 30, 35, 50, 70 всем рассказать, как можно, чтобы все поняли, для чего эта каждая настройка отключается и для чего мы это делаем. Надеюсь, видео вам максимально стало полезным. Вы поддержите его лайком и напишите комментарий. Всем пока, до скорого!